здравствуйте всем снова сектор номер два пляжа нам команда бит карт добрых предоставляем как сам микрофон членам команды сразу показа справа налево справа налево с моей стороны давайте расскажу я бы хотел поблагодарить клуб и в том числе организатора за то что пригласили меня уже здесь второй сезон через год точнее я приехал за короны но выступаю уже на черт на четвертых соревнованиях это очень приятно за теплый прием большое вам спасибо за это большая благодарность вот и даже если взять по поводу сектора и при в принципе в общем обо всем как буду сектор очень комфортный логистика погода радует безумно январские морозы до шорты футболка вот это очень здорово и все на высоком уровне в этом плане все хорошо проблема проблема могла быть у каждого такая бы проблема поэтому сказать то что у кого-то должно быть равнозначно ни на одном отдаеме нету такой на принципе такого не существует плюс минус где-то там больше где-то что-то равнозначности выходы проходы глубины ну это редко попадается поэтому тут сказать сложно стрельнуть могут любой пляж поэтому я я уже здесь уже понимаю что это просто не угадаешь не угадаешь может быть где-то на зарубежных водоемах жеребьевка влияет меньше на результат команды ну да у нас к сожалению как бы очень сильно водоема очень сильно очень большая лотерея очень сильно вот сейчас говорит товарищ который в прошлом году был здесь здесь я был сразу против установки сектору на этом пляже сразу меня не поддержали хотя я высказался к этому поводу демократия демократия просто кто был в прошлом году здесь мой напарник который выступал прошлом году конкретно из этого того что произошло в прошлом году не вообще не пошло на соревнования спасибо команде которая пригласила очень большое спасибо что я хотел участвовать но одно из этих это был этот пляж который прошлом году теперь это как называется что мы выступали прошлом году усыновленный усыновлен да я у них установлен сын полка я сусит узнаю очень хорошо много раз было здесь да а этот пляж конкретно это для завозников и лис парапета с этих камней здесь никогда не было соревнований почему же была проблема я об этом и говорил я но мы не ставили здесь экране по этой причине но это было я бы сказал по этой причине для того чтобы не разбивать по одной команде это вывод уже но те же три сектора можно власти поставить нас у сити три сектора не знаю там как бы принес свободу нет там можно и 10 поставить это такой вопрос как бы какова цель если хочешь поставить в грядку не так ради бога чем уходить далеко не тот же целом будет разбить там все-таки пять дней и вот зачем проблема что на на галиле влияние соседей она иногда бывает критически да мы столкнулись с этим на курсе поэтому мы столкнулись или на курсе когда приехали двукратным чемпиона мира и убили сектор поймал семьдесят самого убили себе и нам просто убили сектор поэтому мы с этим уже столкнулись желательно как можно растянуть сектора это в общем то чего начинался галиль когда сдавали сектора по 100 метров уже буфер был компания помню да потом постепенно начали приходить спортивность потом понял что в этом варианте спортивность нас очень плохо работает как бы ну на таком модеме делать это спортивный турнир очень сложно здесь опять же даже возьмем любой а водоем в украине франции где угодно а мне течение таких как здесь водоем закрытый на правильное другое есть движение какой-то воды да но такого как здесь когда течение меняется три раза в день и ты забросил вправо отгрузила выматываешь оттуда и у тебя сектор 20 метров но извиняюсь я как бы через день ты тянешь соседей поэтому поэтому так ну смотри у нас первый раз сейчас поставили хукок пляж уже перспективы очень перспективы или 3 ну в принципе это как бы у нас стандарт там по моему фрикцион ты не видел мою стриму в прошлом олег у нас так как-то получается что во время стриму обязательно у коллег да да так вот так фрикцион зажат не трогать подтянула чтобы затянуть задумалась рыба надо думать тянуть не тянуть на эту погоду летел сказать фактор такой другой у нас считаю с двух часов ночи не было ни одного пика ты пришел это же 3 так я не пришел и не было так я говорю с двух часов ночи раз питание вот и пришел это же 3 3 поклёвка это уже какой из какого дня начал делать 3 нас понедельника на это тоже как закономерность на всех на все может уходить нет в этом же проблемы с я сижу из них прекращается не надо прийти начать делать стрим и там какой-то этот вот сидит так ну надо перерывчиком сделает там небольшой кус отдохнет и все команда побежала то же самое было и на центр и даже в общем там до получился не совсем так на как у коке я уже ушел когда услышал как у них работает сигнализаторы как и орех мчится по камням там а лопом не знаю чем закончилось это суде скажу да на как у коке наша ошибка произошла там очень сильно сильная ошибка я там был месяц назад я стал больше 30 оснасток с рыбой с левой стороны я приговорил что в левой страной это слышно там все это знают ну вы слышали да что я сказал о том что было принято решение что это была была ошибка в разбивке во время самой разбивка мы возвращаем или сектор вправо на десять метров чтобы дать им больше был олег чем это значило ну если если уходишь но лишь есть я по кончику до чтобы удочку которую так кончики они такие я прошу прощения пишут какой у вас красивый сектор все там шикар сектор как в прошлом году мы стали на этом пляже посредине арабского пляжа и когда раздеваясь детки бросали прямо на рот под как нам свои вещи или когда детки наших двоюродных братьев или станция для закорма когда ты идешь попить кофе приходишь станции просто нет я просто унесли и по центру пляжа приходили судя и говорили а что вас делать сектор а ты поговорить и себя поворачивать пару раз пытался что-то сказать и уходил по центру сейчас быть хорошо этого нет давайте я покажу пока зрителям как будет эффекта лагерь меня сектор шикарно в прошлом году вода стояла здесь когда стала команда вилка вот тут вот стояла вода закидывать они могли только сбоку от палатки напротив палаток закидывать невозможно было вот такой вот у нас на теле получилось вылаживание мы не знаем кого и с правой стороны сектор тоже ограничен волноломом не знаю насколько слышно что я ушел далеко от микрофона но надеюсь что этот микрофон хороший и работает на таком расстоянии тоже нормально саша ямлеханов на подсаке олег караев вываживает саша книжников стоит сбоку чтобы не мешать не сглазить и случае чего не готовым замечательно ребята это еще один успех наших эфиров еще раз нам удалось эфире заснять поклевку хороший карп сто процентов зачетный напоминаю тем кто не знает у нас зачет с килограмма за огромного количества свежерожденного карпа вот это явно не килограмм я бы сказал да ему это быстрее будет чем снимать и тебя одевать нас смотрят 13 человек я не знаю вы наверно знаете антона самойленка он смотрит очень внимательно передает вам привет и наш третьей командой команды укрой понял все антон привет а нет вы получили нашу как говорится ставьте лайки подписывайтесь на наш канал но я не знаю слышать ли нас антон но между что тебя поблагодарили за классный фильм который ты взял да она может антон это из-за того что ты на стрим пришел на этот на эфир у них так подпад подфортила сразу учитывая что в этом секторе день был обычно не рабочий днем как я слышал и вас это же самое у них тоже днем не было ничего но ведь я как все поменялось внезапно сектор более рабочий ну вот такая вот одна рыба может подбросить команду сразу на несколько позиций наверх таблицы так что антон вам пишет как только я зашел сразу у бати пики появились крылышки пики да не только пики я так скажу за кадром что называется что до того как мы включили стрим было еще две поклевки но к сожалению один сом и один сход да как бы но это было типа такое как перед началом фильма рекламная пауза показали как это может быть а потом уже показали естественно и как оно должно быть да эти две поклевки за мной за мной в плане за мной за моей спиной или за мной типа я в них виноват в том что это было не то что надо да нет вот и у вас и как бы нормально поплевка тоже было и там карп не не сомни не буря не этот не усачь то нормально саня давай тебе пишут да извиняюсь как бы за задержку но в команде после поимки рыбы нужно обязательно слегка прикормиться обязательно перезаброситься поэтому временно спортсмены заняты основной работой так как я то в общем то только их отвлекаю чем заметьте у вас работают все палки получается сейчас и правая и левая ну сэдер две стороны правая и левая работают ну что ты готов продолжить могу нашу эротическую беседу я так понимаю капитан команды ну да капитан кто такая моспина не знаю наверно кто-то из родственников саша зальманович написал саня москина с тобой неправильно читаем а потом неправильно написал может одна из подруг скорее всего подруга а нет 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 это скорее всего никого не сдал вроде бы в эфире ну товарищ значит давайте колитесь во первых антоша привет сынок рад что ты за нас болеешь она батя написано я знаю он меня так называет батя рад что ты за нас болеешь привет тебе отсюда у нас здесь тепло и жарко хотелось бы тебя видеть здесь конечно на соревнованиях как третьего потому что ты как бы звено заключающие и дополняющие по поводу сектора в принципе я думаю что все кого прошел андрей до нас сказали и повторяться нету смысла все то же самое что и у всех есть слюса есть может быть кроме двух секторов на цинбаре которые все таки да да более довольны ситуации да основном основная да одинаково смысле я не хочу сказать что мы недовольны сектором я в принципе я доволен сектором ну есть несколько нюансов почему доволен но во первых я всегда люблю когда первый раз в секторе когда пир что-то новое я всегда люблю что-то новое интересное непознанное я здесь никогда не был на этом пляже я не знаю как здесь ловится и что и на что здесь ловится вот здесь например у нас дерево лежит в районе 7 метров центре которая мешает вываживать рыбу поэтому приходится хотя бы шаг 2 но делать в из зоны чтобы не зацепить это дерево вот в этом поэтому я всегда убегаю в ту сторону немножко также здесь то же самое мы уходим в лево потому что вот видишь ветки торчат вот это вот это дерево большое огромное дерево а раньше оно было у них на 20 метрах а сегодня у нас на 7 метрах потому что был уровень больше вот логистика в секторе прекрасная очень прекрасная логистика в секторе напоминает немножко украину что можно на машине подъехать плотную спасибо организаторам что-то дали разгрузиться очень шикарно не пришлось возить прошлом году нам пришлось возьмите далеко на стоянку это тоже спасибо большое давайте мы скажем так это спасибо на самом деле но цей злит спасибо и будто рэйкин эрит который является организация которая как бы стоит над всеми другими которые занимаются кинертами только они имеют право дать нарушению закона дать разрешение на заезд частной машины на вот эти дороги потому что в принципе 8 лет назад принятый закон категорически запрещает вплоть до штрафа до 700 шекелей заезд на эти трассы никто из ниже стоящих на себя брать ответственность не может поэтому это разрешение само вверху и у нас как только мы его получили тоже парадоксальная ситуация нас отношения с покахом даже как это нарушить это сказать над смотрящим смотрящим ягерем не знаю те кто занимается именно контролем всех этих законов они изменили сразу лучшую сторону и он приходит к нам сейчас влаги вас сейчас больше ответственность ушать попить он больше ответственность потому что он теперь знает что ему не надо никого наказывать ему не надо ни за кем следить и это и спорить с нами об этих делах как там со мной за это большое спасибо да то есть уже прошлом году у нас была загрузка именно после соревнований шел очень хороший дождь относительно выходил очень далеко и это тоже было проблематично да я до вас тогда не доехал до вот еще плюсы я продолжу как бы еще плюсы этого сектора сектор новый раз второе то что логистика это шикарно ну по глубинам принципе я считаю нормально и есть прессинг со стороны рыбаков это принципе нормально сегодня их нет они уже ушли утра ушли они были с утра вчера справа были слева были и в общем то прессовали и как-то даже удочки наши цепляли но мы находили с ними контакт разговаривали все становилось на свои места все нормально как бы мирно расстались конечно то что они там перекрывали частично что-то где-то да может быть соревнованиях да может быть да ну не прогонишь и не отгонишь но в общем но в общем мне очень нравится сектор очень нравится сектор принципе я думаю что мы все сделали правильно все четыре удилища работают все четыре удилища работают грех жаловаться конечно приходится играться искать смотреть насадки меняются с катастрофической скоростью их приходится подбирать одна через пять минут вторая вот буквально на ваших глазах то что произошла поклевка был сом это за кадром был сом я поставлю другую поклевку и пожалуйста карп абсолютно другую поклевку не повторяю ставлю насадку да и тут же сам идет поклевка вот и как-то так все неоднозначно интересно все по-новому очень рады что мы здесь погода просто балует нас балуют эти дни просто шикарно не знаем что будет завтра говорят что будет ай-яй-яй ну посмотрим тоже не обещают обещают даже по ветрам я посмотрел максимально что было это порывы до 20 камаш ну это ничего на нас это не надо да да главное самое чтобы он дул в нашу сторону остальное все ерунда по прогнозу венгуру было что ветер будет севера юго-восточный 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 ну с правой стороны он придет в общем-то да он несколько раз должен поменяться поменяться вот такой погода как было на прошлом товарищи у нас очередная поклевка у нас очередная поклевка значит подобрали правильную насадочку и она работает пошел к сетек я скажу что в свое время когда к нам приезжал еще валера скорик да он специально приезжал именно на вот наш галейский карп мы тогда его делали в конце декабря тогда было вообще плюс 25 днем и он решит там народ понимаешь ли на крещенские на крещение как бы на рождество точнее мерзнет а мы тут купаемся да антон я понял откуда я кстати сам киевлянин так что он всякий случай ты-то знаешь не знаю знает ли он но похоже что это тоже зачет так что опять же следующий мешок пошел в воду и запомните я не собираюсь сидеть до обеда ну да взвесьте на всякий случай чтобы да чтобы не было мучительно больно вам большой привет от богдана мини люка сто процентов антон да конечно они за газа загорают тут я вам скажу народ будет злиться когда его увидит скажу где ты был куда ты ездил где-то загорал вот тебе жены говорит тебе же пишут что тебя не узнают когда ты вернешься больше здесь ну да не 880 грамм к сожалению это не зачет поэтому приз возвращается в зрительский зал но ничего раз он тут ходит на сидеть здесь у братья и сестры мама папа бабушка дедушка да позови нам хотя бы дядю так вы бы ему налили что же вот так отпускали то надо было ему стопочку туда забабахнуть и сало кусочек вот так вот планируешь себе по быстренькому сделать пляжик вернуться в лагерь а тут команды занимаются ерундой рыба занимается не если бы не забрасывали нам и не клевала приехали отдыхать только и дома если на футбол опять приведет посередине может останется его предупредили чтобы он без призыва не возвращался да ну ты ему медаль выделишь как обычно пишет кум не захочет отдавать машину саня меня слышать грозят где саня тебе говорят кум машину не отдаст Леша тебе машину не отдаст кум кум причем здесь кум я не знаю потому что машина не у кума стоит наверно Леша написал кум он где машину не отдаст не узнает наверное а нет нам не даст потому что без призового приехал наверно я уже угроза начинается я вас умоляю уже не страшно земли хана с таким акцентом заговорил совсем не тем с кем поведешься на секундочку ямлиханович да мы переделали его в евреи просто а ты форму них на украине видел под какую форму наступаются в израиль ну да давайте еще пару слов заключение не ну хорошая организация турнира хотелось бы конечно одно пожелание таблицу если можно пораньше в этом потому что ну не интересно когда ты получаешь таблицу в час-два дня это ради судя не возвращается один надо возвращаться телефоны могут фотографии фотографировали которые делают но они заканчивают взвешивание что на центре они заканчивают взвешивание в итоге где-то в час дня почти ты получаешь формация мешков несут непонятно наш проблема в том что у нас как бы написано там вот дом не меньше 8 мешков мы же не говорим сколько можно да ну да и 30 ну реально поэтому есть команды когда нормальная тихая вода нет ветра как рыба не бьется они не вызывают судей у них уже как бы 15-20 мешков в воде лежит а зачем салат судьи все равно же придут правильно ну да получается что судьи приходят и на каждую рыбу по пять минут и начинается ну в общем это было пожелание я понял это в идеале по поводу таблицы просто проблема о том что скажем вас взвесили и вам кажется что через час уже должна быть таблица на самом деле нифига потому что они же после вас поехали еще куда-то и там неизвестно как оно будет а если там хорошо пошло то не там заставили то что они сделали я уже об этом говорил молодцы эта идея о том что если команда судейская бригада заканчивают свою зону и еду другую она тут же помогать связываться судьями узнать где затык и они едут туда если там они ничего не успели до взвесить пару команд я скажу честно говоря вот и из тех наблюдений которые мы я делал вот за границей да там украины скажем так там очень интересно судьи располагаются за спинами участников буквально в каждой зоне на чемпионате нет 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 вот сейчас мы будем на водоеме крутая балка да 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 подожди 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 не торопись все есть я убью эту рыбу я не могу выйти из этого сектора хорошо мы пошли вываживать давайте попрощаемся наверно чтоб андрея не мучает всего хорошего спасибо за внимание до новых встреч приглашаем всех на украину кто хочет приехать пожалуйста ну конечно можно и раньше у нас много проходит соревнований поэтому записывайтесь приезжайте набирайтесь опытом на других водоемах это тоже очень интересно большое спасибо пока ну